Итак, ответ на вопрос автокапитана очевидность о том, как создать в Redshift туман. Все очень просто. В Environment and Effects, который вызывается клавишей 8, добавляем Redshift Volume Scattering. То есть Add и выбираем Redshift Volume Scattering. Здесь настройки очень простые. Нужно настроить скатеринг и дальность тумана настраивается от Inovation. То есть если запустить IPR, сейчас у меня рендер выглядит таким вот образом. И, допустим, если я увеличу Tination до 0.1, обновлю IPR, то получится такой вот результат. Цвет тумана настраивается в Emission. То есть его можно сделать, например, таким вот синим. Любого цвета можно сделать. То есть задать атмосферу любую. И если, допустим, я увеличу Tination до 0.5, то получится такой вот результат. Как видим, туман стал более плотным и ближе к нам. Если 0.7, то еще ближе будет. То есть играем с настройками Atination, чтобы настроить дальность тумана. То есть я обычно настраиваю Atination и цвет фога. Все. А если хочу объемные лучи, то просто там, где солнце, в настройках солнца, захожу в Volume. И здесь, если увеличить Contribution Scale, то его нужно очень маленькие значения. То будет объемный такой вот свет. 0.01, например. От солнца. То есть если 0, то выглядит таким вот образом. Если 0.01, то будет такой вот объемный свет. А как раз Catering отвечает за объемные лучи. То есть если хотим видеть объемные тени с объемными лучами. Увеличим этот параметр до 0.5, например. А если не нравится, то видим, что уже объем. Далее просто настраиваем параметр солнца. Тут вратшифтик немножко заморочен. А это все. Но можно получить нужный вариант 0.3. Экспериментировать со значениями. И Scattering сам можно поменьше сделать. То есть все эти параметры требуют экспериментов. Чтобы поймать баланс. И получить объемные тени от лучей солнца. Вот. Каким-то таким вот образом можно получить объемные тени от солнца. И сам туман. Не тени, а лучи объемные. Вот таким вот образом. При желании можно Attenation сделать больше. Чтобы был более плотный туман. Силу тинта. То есть чем плотнее туман Attenation, тем сильнее должно быть настроено солнце. То есть сила солнца. Contribution Scale можно прям увеличивать. Это сильно вот примерно играть с такими значениями. То есть прям плотный туман. Если он меньше, то уменьшаем параметр солнца. Чтобы он не сильно ярко светило. То есть солнце. Contribution Scale. Сам туман и его затухание Attenation. Влияние на солнечные лучи. Scattering. То есть можно даже не солнце трогать, а крутить Scattering. Таким вот образом. Причем можно его выкрутить. Прям сильно. А тогда уже солнце уменьшать. То есть тут нужно находить баланс. Тогда все получится. Еще можно поиграть с Face. То есть там как раз направление настраивается. Лучи от нас. То есть точнее от солнца. Идут на нас. Или наоборот. Если это значение будет меньше, то от камеры. Допустим минус 0.6. Получится такой вот результат тумана. То есть как в короне в принципе все настраивается. Лучше ставить это значение больше 0. Таким образом получится более интересные такие объемные тени. Вот. Можно поменьше. Опять же экспериментируем со Scattering. Итенейшн поменьше. И получаем такой вот солнечный туманный город. Это все, что я хотел показать в этом видео. Благодарю за просмотр. И желаю хорошего настроения. Поехали. Поехали.